Цель – полностью вернуться к первотворцу, стать творцом своей жизни, обрести возможность управлять своей жизнью, быть счастливым, гармоничным человеком. Задача – очиститься от всех подключек, колдовства, эгрегоров, негативного влияния, контрактов, подконтрактов, соглашений, используя право собственной доброй воли. Желаю избавиться от абсолютно всех каналов утечки энергии. Вот еще, простите, не сказала, мне вчера пришла анкета, но я ее поздно открыла, не смогла ответить. Я поняла, что там изменится один пункт про духов, так вот я хочу сказать, что духов не вызывал. Хорошо. Я являлась членом Русской Православной Церкви аж с 93-го года. Отказываюсь и отменяю контракт свой с этой церковью и своих детей Алексея Натальи, а также и внуков Константина Михаила, потому что, ну как бы, я тоже посодействовала, чтобы и детей крестили, и внуков крестили. Была крещена сама, мои дети, внуки, отказываюсь и отменяю крещение всех. Была венчана с мужем, отказываюсь и отменяю. И дочь со своим мужем тоже были венчаны, отказываюсь и отменяю. Водила детей в поликлинику своих делать прививки, и после них появились проблемы со здоровьем. Отказываюсь и отменяю. В браке блудила, имела связь с другими мужчинами, отказываюсь и отменяю. В детстве воровала сладкое у мамы, книги художественные в школе и в библиотеке, брала вещи без разрешения, отказываюсь и отменяю. Подбирала монетки, которые валялись, ну и складывала себе куда-то в копилочку. Много раз была на отчетках у трех священников-экзорцистов. Отказываюсь от этого действия и отменяю. Смотрела несколько лекций в жулии по «Отказываюсь от этого просмотра и отменяю». Получила уведомление об обязательной вакцинации вот совсем на днях. Хотелось бы, отказываюсь и от этого вакцинировать и отменяю его. Так вы сделали? Прививку? Да. Нет. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы трижды обращались к экзорцистам? Ну, как бы я была членом церкви и больше, наверное, даже вот такое, знаете, устадное чувство. Одни едут, я тоже поеду. Угу. Можно дальше читать? Да, да, мы слушаем. Да. Отказываюсь от чувства жертвы и вины перед родителями своими Стефаны и Анной. Отказываюсь от вины и чувства жертвы перед своим детьми Алексеем и Натальей. Отказываюсь от вины и чувства жертвы перед своим мужем Георгием и его родителями. Прошу прощения у души нерожденного младенца и желаю дать ему жизнь. Прошу прощения у моего рода, прошу прощения у своих родителей за то, что брала их негативная программа. Прошу прощения у своих детей за то, что навешала на них свои негативные программы. И хочу родить их заново гармоничными и здоровыми. Прошу прощения у своего мужа за то, что я дала согласие на брак. Прошу прощения у своего внука Константина. Я его вижу два раза во сне, он со мной, по выходным приезжает ко мне, и я его два раза теряла во сне. Прошу прощения у себя, после теста на ковид заболела я этой болезнью, и теперь есть проблемы со здоровьем. Желаю встретить родственную душу, желаю обрести чувство уверенности, желаю восстановить сильную волю, желаю выполнить свою миссию, если она есть. Желаю очистить свою квартиру от негатива. Беру на себя ответственность за все то, что будет происходить в дальнейшей моей жизни. Вот, это аспекты. А теперь сообщения. Самоотношения с отцом и мамой. До моего рождения, я была вторым ребенком, до моего рождения у нас в семье был старший ребеночек, мальчик. Но до моего рождения он умер, и поэтому я родилась не того пола. Родители хотели, чтобы родился мальчик. Папа очень сильно переживал по поводу смерти сына, поэтому очень сильно хотел. Почему-то я с рождения была уверена, что я в семью попала неожиданно. Поэтому мне было жалко родителей, потому что у меня отложилось все в мозгу, что вот они потеряли сына, и вот я их должна жили за это. Я старалась им во всем угождать и быть хорошей девочкой. Сейчас я засновил, что мама и отец не всегда любили меня. От них я приняла программу вины и страха. Я не хочу этих программ, не хочу этих программ, не хочу от них исправиться. От родителей я переняла программу уже, так как придумывала им очень много оправданий. Родители у меня были оба строгие, и поэтому любое такое непослушание, за любое непослушание или за шалость было наказание. Вот шлепки там, крики, обидные слова. Мама говорила, что я с детства была строптивой очень. Предполагаю, что за это я тоже, наверное, часто была наказана. Папа очень раздражался, когда проверял мои уроки. Я до сих пор помню, не могла долго выучить стихотворение в первом классе. Пушкина, вот Севертучина гоняет, я до сих пор его помню, потому что он так на меня сильно кричал в это время, что я не могла запомнить. Я боялась своих родителей, боялась их наказаний, научилась лгать и обманывать. Я не хочу эти программы лжи, страха, вины, я хочу от них избавиться. У меня двое детей, сын старший и дочь младшая. Значит, они родились, ну, все хорошо, нормально, только дочь родилась чисто ягодичным приближением. И у меня часто возникает вопрос, вот у нее такой характер, мне с ней тяжело. Вот как будто она своим рождением уже показала, что у нас с ней не все так просто. Сложные отношения. Отношения похожи на моей с моей мамой. Дочь мне лжет, обманывает. Если я спрошу, почему это было, она отвечает, я этого не делала. И я понимаю, что, наверное, она действительно вот не лгала, а или забывает она. Ну, вот что-то такое, что она уверенно говорит, что я такие слова не могла говорить. Ну, не то, что я ее там ставлю в какую-то вину, но вот были такие случаи, когда вот она не подтверждала своих ранее сказанных слов. После дыхания по свияшу, когда я пыталась вот с дочерью работать, отношения еще обострились. Отношения с сыном прохладные. Отношения с детьми ухудшились, когда детям было по 16-13 лет. Отношения с мужем. Вышла замуж не по своей воле. У нас взаимная антипатия. Мой муж всегда принадлежал только своей маме. То есть я живу в семье мужа, но как бы я живу отдельным человеком. У нас своя семья, я и дети, и муж, и его родители. И он даже этого не скрывает. Вот. Я как бы себя всегда в этой семье чувствовала домработницей. Ну, я теперь и после ваших просмотров, я понимаю, что я себе сама это позволила. Муж очень часто ругался, но я всю жизнь хотела, до сих пор, мы живем уже больше 35 лет, и я всегда хотела быть хорошей женой. Он меня отругает, я себе говорю, нет, все, завтра это будет лучше, завтра это все сделаю, и будет все хорошо. Но лучше не становилось. Все программы своих родителей я притащила в свою же семью. Свекра называла меня дохлятиной, вот, если вдруг я заболела, и почему-то гулящей, почему, не знаю. Несколько раз это было у него. Свекровь приложила, считаю, что приложила много усилий, потому, чтобы я все-таки ушла из семьи, вот, но это не случилось. Муж несколько раз хотела развода, особенно это в 18-м году, он требовал развода целых 4 месяца. Ну, вот, я так тупо уперлась, не понимаю, что делать, и поэтому я не дала ему согласия. Своим поведением, своей служебностью, своей незаменимостью я прогибалась перед семьей мужа. Предательство себя. Вышла замуж не по любви. Только потому, что он понравился моей маме. Сделала один аборт. Встречалась с другими мужчинами. Родственной души не знала, хотелось бы встретить, когда я чувствовала себя жертвой, когда я родилась сама, когда стала жить в семье мужа, и нынешние взаимоотношения с дочерью. Эзотерические практики слушала лекции Кашпировского, Чумака, Джулии По, Льва Клыкова. Вот, хочу выйти из Эдрекора православной церкви, хочу отказаться от крещения, венчания себя и своих детей. Здоровье. В июне 2020 года, вот ровно год назад, я переболела ковидом после теста, который нас просто насильно, не насильно, а предложили и сказали, у вас нет выбора. Вы или сдаёте, или уходите с работы. Вот, до сих пор у меня не восстановилось обоняние, ухудшилась память, и нет вот такой вот острой мысли. То есть я теперь что-то, не могу сразу говорить, мне надо что-то обдумать, прежде чем что-то сказать. Значит, у меня был последний случай, вот в конце апреля я бежала на спортивное занятие, вот, и в переходе в подземную, я обычно через ступеньку перебегаю, перескакиваю. И вдруг я поняла, что я подвернула ногу, был такой страшный хруст, и я думала, я приземлилась на левую ногу, и думала левая. Оказалось, что вот такое чувство, что меня как будто кто-то дёрнул за правую ногу, и правая нога у меня была сильно, ну, растянута, растяжение было, и перелома не было. А вот, и до сих пор, вот я уже почти два месяца, я чувствую, как будто у меня на этой ноге кандалы. Вот. Дышу, ну, я чувствую, что я дышу, не каждый день, что мало дышу, я не каждый день у меня это получается дышать, но я надеюсь, что вот скоро будет отпуск, и я всё-таки каждый день буду эту практику делать, дышать дыхание по свияжу. А сколько Вы раз делали? Ну, вот, до сегодняшнего дня? Нет, тут не раз, тут как бы уже много раз, но у меня не получается каждый день. Я это делаю, вот, когда я получила примерно с мая, конец апреля даже. Я, ну, как бы, болезней у меня таких нет, просто были такие, там, ОРВИ, ОРЗ, больше всего, почему-то вот после замужества, после рождения детей, я чаще вот этими болезнями болела. ЛОРЗ, заболевание, мастит, болела голова, неврит лицевого нерва через три месяца после рождения сына. Сны. Мне очень часто снятся сны. В основном, это моя родина, я родилась в Брянской области, и снятся часто дети. Может, от того, что я работаю с маленькими детьми. И часто я их куда-то веду, и ещё, что я их от кого-то, нам надо куда-то убегать, и я их спасаю. Так, был случай, когда меня зимой 20, примерно, три года назад, в конце января, в 7 часов утра, откуда ни возьмись, на дороге, в которую я собиралась переходить, появляется машина. Хотя я до этого посмотрела, что никакой машины не было, и вдруг машина, которая мне прочертила прямо вот так вот по лицу, она меня не задела, только у меня голова вот туда вот. Как будто она вот откуда-то с неба упала. Ну, мы так мило распрощались с водителем, он остановился, спросил, и мы разошлись. Вот. Ну, вот, и больше всего меня волнует вот осложнение после ковида. Ещё у меня, значит, тут часто бывает мой внук Костя, и просит рассказать, вот, когда мы спад ложимся, бабушка, расскажи мне, когда я был маленький. И один раз я ему рассказала, что он родился в 8-месячном, и его положили в барокамеру. Это его потрясло. И он сказал, бабушка, скажи имя, чтобы при следующем рождении они меня не клали в барокамеру. Вот, хочу это отменить. Ну, наверное, всё. Всё, да? Всё. Хорошо. Ты в эфирном пространстве? Да, ещё, Людмила, когда читала аспекты, то я видела, как со стороны интерферентов сущности такие чёрные, говорили, она наша, и повернулись вниз, и начали искать какие-то записи. И говорили, она согласилась. Её я вижу, правая нога, вот так, как-то, вот такой, в таком, прямо, как, как шланги внутри, и он так вот тянется, этот шлейф. В голове, энергосфера не имеет границ, размытая, прям так и слышу, размытая. Левая нога такая, как ледяная, тоже уходит в сектор магии, и вот так соединяется с секторами интерферентов. Программа, вот так у неё, руки, руки, вот так всё заблокировано, сердечная чакра, плечи чёрные, и руки вот так, знаешь, как хозяин, поза хозяина, руки в боке, да? Вот так вот, руки чёрные, вот, ну хорошо. Хорошо. Сейчас, Вика, считай эфирное ДНК, Людмила, ли это? Да, это она. Спроси у неё разрешение на работу с ней и для неё. Она разрешает. Хорошо. Я вижу, что вот это от правой ноги, такой шлейф пошёл, который закрывает сектор первоисточник. Угу. И она вот так, как бы, выходит с этого, как бы, отбегает эти программы и мне показывает на них. Видит она, что в её пространстве происходит с прессией? Она видит, у неё взгляд, вот так, как гипноз, но в секторе интерферентов считывается, она говорит, почему-то, я дохлая. И в секторе, почему, ну вот так, прям, говорит, дохлая, не мёртвая, дохлая. Ага. А в секторе магии кто-то есть. Я вижу и делают этот тест. Так. Наклонилась медсестра, медсестра, её ноги в эфирном плане связаны. С этим антимиром. Она как будто бы вырастает с нижнего пространства. Вот ноги все такие вот. Так. Сейчас, Вика, спроси у Людмилы, почему она говорит, что она дохлая? Она говорит, я присоединилась к ним. Показывает на секторе интерферентов. Спроси у неё, это было в тот момент, когда она тест этот проходила, делала? Да. Так. Сейчас, Вика, зайди в тот момент, когда Людмила делает этот тест и считай информацию, что происходит в этот момент на эфирном плане. Я вижу, что в той точке, до которой они как бы дотронулись этим, образовалось такое, как диск. Сейчас я посмотрю. Он вот так как бы отсёк нос за этим диском. Он такой, кружочками такими. Он, вот этот диск, начинает вот так как-то вибрировать. Там такая точка есть. Там, где они дотронулись. Считай информацию, что это за точка, какая её функция. Она считывается точка соприкосновения с живым. Что это за точка в нашем физическом теле? Считай информацию. Подожди, подожди, идёт информация, что она присоединилась к миру животных. Что пошла революция вот так вот раз. И поэтому она и говорила, что она дохлая, а не мёртвая. И я вижу вот от этой точки, которая вот там внутри находится. Вот пошёл такой вот треугольник. И такая, как процесс деволюции в сектор магии. Вот здесь как будто бы человек идёт такой радостный, живой, энергетический. А потом всё хуже, хуже, хуже. Вот так вот. И превращается, я слышу, в ничто. И уходит в сектор магии там. И вот идёт в сектор интерферентов. Руки вот так вот. Вот как она, руки в боке, но вот так вот кисти вывернуты. И вот так там тоже вот эта программа осчитывается безвольная хозяина. Слышу безвольная хозяина. А вот сейчас вижу там вот эта программа, где уже последний. Как бы уже человек на человека не похож, а на такое животное. Вот за эти руки такая подключка и в секторе интерферентов вот так кто-то тянет. Так, прикажи проявиться в секторе интерферентов, кто находится и тянет. Пусть проявится на нашем рабочем столе. Это программа мести, фашизма, сильное желание что-то упредить. А что именно упредить, считая информацией? Собственную гибель. Они дохлые. Они на уровне животных. Они считываются как мёртвые животные. И они, вот этот эгрегор, это как такой шар огромный. Он считывается как последнее напутствие человечеству. Что это за последнее напутствие человечества, считая информацией? Какой посыл? Смысл? Как-то дойти до грани. До грани исчезновения. До точки невозврата. Ясно. Там ниже этого эгрегора есть дух вдохновитель. Он как будто шар этот надувает, то есть вдохновляет. Сочиняет. Сочинитель считывается. Сочинитель. Дух лыжды, обмана, сочинитель. И что он сочиняет, считая информацией? Я слышу, он сочиняет ложь на людей, на творения и творца. А всё живое. А в чём заключается эта ложь, считай? Они как мы. Она согласилась. Она сказала, что в ней дух живёт. Наш дух. Они вот так говорят. Я вижу вот эти три раза, когда она шла к экзорциста. Так. Она приняла вот эту, согласилась, что она ничтожество, что она ничто, что она дохлая. Ой, я отсоединяюсь. Отсоединяюсь. Хорошо, отсоединись. Ясно. Хорошо, Вика. Сейчас считай информацию. Вот этот тест. Почему он именно символизирует с животным миром? Переход после этого теста в животный мир? Ну, не в наших животных. Потому что животные ведомые. Они как это, как твари, как вот эти, не наши животные. А на нашем уровне сознания мы видим в животных корову, которую берут и ведут. Вот, чтобы ее зарезать. И она идет. Вот я буквально вижу. Вот за рога замотали и повели. То есть она знает, что ее убьют. И идет. Не сопротивляется. Вот эти программы, да, да. Вот эти программы так и работают. Ну, Людмила так и читала аспекты. То есть она хочет, с одной стороны, освободиться от программы жертвы. Ее муж освобождает. Говорит, уходи. Она нет. Буду с ним жить. Пусть мучает дальше. Ясно. Так, сейчас, Вика, считай информацию во время прохождения этого теста. Она на подсознательном уровне подписала контракт? Да. Так, пусть сейчас Людмила его покажет, достанет, положит на наш рабочий стол. А ты считай информацию, какие условия этого контракта. Я слышу. Умереть без сопротивления. Стать безмозглым быдлом. Ну, быдло, это в смысле вот эти коровы, идущие на убой. То есть, ну, манипуляторы человека гнобят, и его что в этом и обвиняют. Они всегда так поступают. Так, какой скрытый смысл этого контракта, считай, со стороны темных? Я слышу доказать их правоту. Так, а кому доказать, считай информацию? Уличить... Уличить... Уличить человека... В чем именно, считай. Волосли и их принадлежности к нашему миру, они говорят. Показывает вот так на себя. А так и ведет. Они, как мы. То есть, они наши. Вот такими поступками человек показывает, демонстрирует, какому миру он принадлежит на самом деле. Один профессор написал, я столько много знаю о медицине, что я лучше, ну, об этом всем не буду говорить, что я лучше умру, чем соглашусь на эти манипуляции. Угу, ясно. Так, ладно, Вика, спроси сейчас у Людмилы, видит ли она, к чему привело это тестирование, на которое она согласилась? Какой контракт, условия, последствия? Да, она видит. Так, спроси сейчас у нее, хочет ли она этот контракт расторгать, отменить свое решение, делать этот тест? Вижу, в ней проходит торговля, она как перекладывается с места на место, и идет очень такая душевная борьба. Вот, она не хочет потерять работу с одной стороны, а с другой стороны не хочет делать этот тест. Ну, спроси у нее, она видит, какие последствия после этого тестирования, к чему это в конечном итоге приведет? Она видит. Угу, и что она думает по этому поводу? Хочет она такого итога для себя, для своей души? Нет. Не хочет. Хорошо, тогда спроси ее еще раз, хочет ли она этот контракт расторгнуть? Она говорит, я хочу. И у нее вот на глазах как черные энергии, вот такие, знаешь, как будто бы на ее глазах кто-то такие полусферы у нас садил, и подключки черные в сектор интерферентов. Ее духовный взгляд просто прикован к антимиру, к этим низким вибрациям, к вибрациям разложения. Вот эта нефть, она считывается как самая высшая степень разложения. Нефть? Ну, эти энергии, они как нефть выглядят, как черная нефть, густые, и как разложение. Но в физике соответствует нефти. Которую наше человечество добывает? А это нефть, это я слышу как утилит. Как навоз считывается. И вот эти энергии, и у нее вот этот взгляд, вот прямо к этой энергии. То есть она настроена, настройка ума на эти, вот на этот результат, скажем так. Потому что каждое действие имеет перспективу, каждое решение имеет перспективу. К чему оно приведет в будущее. И перспектива этого решения, это вот утилит, утилизация смерти, безвозврата. Так, пусть сейчас Людмила снимает с своих глаз эти сферы, отдает их хозяевам, и пусть она своим теперешним сознанием расторгнет этот контракт. Пусть она зайдет в тот момент, когда она его подписала и расторгнет его. В помещи появляется директор, слышу слово. То есть она поддалась на эти, потому что она могла... Вот, разторгает, разрывает. Хорошо. И уходит вот этот... Я говорю, чтобы она очистила и восстановила целостность своих энергоструктур. Отказалась полностью принимать этот тест. И его последствия в свое пространство. Да. Пусть она все последствия прикажет забрать антимиру, пусть карму отдает медсестре и всем остальным виновникам в антимир. Да, этим служителям. Я вижу, что она поддалась вот этим программам предателя и приносителя в жертву рода человеческого. И у нее вот эта как осиная талия, как будто бы ее так зажали в такой корсет. И она снимает вот эти руки, эти черные, с этими веревками, этот корсет. И из головы снимает такую, как имплант черный, с этими глазами-привязками. Поднимается вверх на несколько ступеней. Я говорю, чтобы она уничтожила все эти чужеродные энергии. Она вот так себя... Вот так, как здесь такое было, как плоский диск с такими вибрациями. Вот точно такое же на руках и везде-везде на всем теле. Пусть она это все убирает из своего личного пространства в портал, пусть выкидывает на уничтожение. Она вот сняла это, и она дошла до третьей чакры. И на третьей чакре она вот так, как будто не может дальше. Она как в этом черном, в черной энергии, как в болоте. И ног ее почти как бы не видно. Все вот так разделила ее напополам. Что там находится в третьей чакре, что мешает? Оно считывается, что это решение, она как бы прекратила род свой. Не имеет права на дальнейшее воплощение, что она превратилась в новое, слышу, в быдло. То есть вот как эти демоны, которые там находятся, они буквально вижу эти энергии, как будто бык с такими красными глазами бьется рогами лбом во что-то. То есть, сами себя карают, вот эти программы. Так, Вика, давай тогда посмотрим, когда Людмила приняла это решение, после которого ее род прекратился. Пусть она покажет этот момент. Что происходило на физическом плане в этот момент? Идет информация, я родилась не там, я родилась нигде. Она как будто бы в каком-то вакууме. И рассматривает везде, и не видит, ничего не может понять, растерянно. Но это не рождение, это воплощение. И она смотрит и находит только одну черную точку. От нее идет угроза сектор интерферентов. И ее взгляд сразу приковывается туда. И ее как будто бы таким силком захватили именно за третью чакру. Вот так, как за талию. Вот эти программы фашизма. Убийство и уничтожение рода человеческого. И сильно потянулось вот это все. И как хвост это все утягивает по третьей чакре именно. В секторе интерферентов, да? Да. Тогда сейчас Вика, прикажи всем интерферентам Людмилой проявиться. Сейчас я говорю, чтобы она повышала вибрации. Она говорит, я потеряла свой потенциал. Так. Пусть повышает вибрации, пусть поднимается еще выше. Так, поднимается. Сейчас она вышла. Я вижу, как идет толстенная подключка. Прямо вот как бы разделили ее по третьей чакре. И толстая подключка идет в пупок. Там вижу ребенок. В секторе интерферентов вот эта программа идет поэтом, как пуповина это все. Она как в клеточке находится пуповина, этот эмбриончик. Прикажи, Вика. Она как я слышу, да. Она согласилась воплотиться в последний раз. Перед исходом. Пусть сейчас Людмила покажет тот момент, когда она согласилась воплотиться в этот последний раз. Перед воплощением. Так. Пусть она покажет момент подписания контракта. С кем она разговаривает. Кому она дала согласие. Они считываются не как сущности, а как эфирные монстры. Они буквально, я вижу, эти программы, эти энергии. Энергия. Энергия. Они в виде таких страшных монстров. Вся та конструкция дальше, она там, в тех нижних мирах. Они проникли. Они проникают. Энергия, она не имеет вообще границ. Она везде. И они проникли. По принципу соответствия. Пусть Людмила покажет момент подписания контракта перед своим воплощением. С кем она его подписывает. Я вижу, что она буквально заходит в эту яйцеклеточку. Вот. Считывается история без любви. Какая-то история. Так. В секторе магии по отношению к ней находится ее отец, мать и держит на руках мертвого ребенка. Ребенок был убит этими демонами. Я вижу, что от этого ребенка вот чувство вины вот так идет через ее нижние чакры и как зеркало. Вот так и здесь в секторе жертвы, как зеркало, которое отображает эту невинную смерть. А она это принимает на свой счет. Ответственность за это. Так. Переброс кармы. Через программы родителей, программы родителей так срабатывает, что они навязывают чувство вины ребенку. Даже вот в нерожденном. Чувство ответственности, я слышу. Угу. Вот эти программы предательства и жертвы от родителей. Ясно. Спроси сейчас Людмилу, видит ли она эти программы родителей? Да, видит. Хорошо. Хочет она их принять в свое личное пространство или она хочет от них отказаться? Спроси. Она говорит о ней везде, она не хочет их принимать. Они в ней везде. Она так показывает вообще. Хорошо. Тогда пусть она своим теперешним сознанием откажется от тех программ, которые родители ей передали, от этого чувства вины за этого убитого ребенка. Пусть она посмотрит, кто этого ребенка убил, это чувство вины и всю карму отдаст этим виновникам. Она буквально отгрызает вот эту пуповину черту. Угу. И в этот момент я вижу, она отрывает свой духовный взгляд от этого портала. И начинает вот так искать, вот как взгляд точно, вот так знаешь, ощупывает пространство, находит свет первотворца и выходит с этого пространства. То есть она была вот в сознании ребеночка, было как зафиксировано в этом моменте. Угу. А здесь вот такой вот тянется шлейф, как будто бы она рисует вот эту энергию, как огромный полос. Он даже не полос, скажу, он считывается, он плоский, как эти черви, такие ленточные, длинные, двадцатиметровые. А считай века информацию, что в секторе миссии, Людмила пишет. Вот этот полос, он имеет вот этот червь плоский, вот он такой, как энергия, точно выглядит, как какие... Я их видела в университете, когда мы изучали медицину, там были, они так заспиртованы. Угу. Угу. Вот точно такой же цвет и такие черные, как гусики глаза. Угу. И она говорит, что она приняла программу жертвы, чтобы эта программа жертвы, образно говоря, просматривала ее внутреннее пространство и диктовала. У этого полоса появляется черный, как язык изо рта, который связывается с сектором магии. Так. Которые вот этот программы, они, сейчас вернусь назад, запускают программу на самоуничтожение, на самоликвидацию. Это механизм самоочищения пространства от деградации, от ошибочных решений. Угу. То есть это вот как появился, я вижу, как такой утилит, слышу, утилит. То есть вот эта программа жертвы запускает процесс утилизации несовершенства. Так. Я слышу блуда. Блуд. Это заблудиться, блудить. Вот как она вот, вот этот ребеночек, вот, я же вы, ну как бы вырываю из всего информационного, самое важное. Угу. Вот как ощупывает, то есть блудит. Блуждающий взгляд, вот. Взгляд блуждающий, потому что он так бы ощупывает, да. Но взгляд, который, духовный взгляд, который не может вырвать и главное, то есть не считывает истинную информацию, а как заблуждается, заблужденный. Угу. Ясно. Так, пусть сейчас Людмила покажет тот самый первый момент, когда она в свое личное пространство приняла эту программу жертвы. Угу. 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 какая-то ситуация там какая-то резервация это резервация там много таких девушек они светлые и лучистые как богиньки такие насчитывается почему-то слышу ушли где людмила в этой ситуации пусть она покажет я вижу что она находится вот там секторе миссии и она мне показывает на эту ситуацию там эти девушки развлекаются с этим он рассчитывается как паразит с этим паразитом а почему они ушли с читаем информацию эти девушки эти девушки я слышу что они не продались у них у всех на головах такие импланты и они все вот так буквально отдают свою энергию свою творческую энергию и жизненную они растрачивают я вижу что они за это получают какие-то деньги а это считывается вообще-то как какой-то эксперимент и резервация отдельная такая территория она закрыта лаборатория какая-то ну там не такой лаборатория что там помещение а лаборатория это огромная территория там они ходят там сад все такое строение дома но это все ограждено она считывается как как рождение как это все вот как зараза она в это время не воплощена а где же это происходит интерес считай информацию где-то происходит где-то лаборатория лаборатория находится но в то время находилась так сейчас посмотрю где планета земля это было на земле а сейчас это территория где-то слышу турция но ближе вот туда где вот вот где-то там я вижу что под землю есть как центр какой-то который вдохновляет на это все создает план и там работают такие какие-то существа как серая с такими головами большие и у них глаза такие черные а черные у них глаза потому что они полностью сосредоточены на этих черных энергия то есть у них полностью весь взгляд ментально вот на про они бездушные я слышно не создают робота так а каких именно робота вы не создают считать информацию а я вижу эти клоны они как люди похожи на на людей сверху ну а внизу как будто животные полулюди полу животные химеры какие-то но этих вот сатиров так а кто эти все девушки считаю информацию почему они в лам в этой лаборатории находятся они считываются девы 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 блуда но они все чистые как божественные они все стоят голенькие такие и так прикрывают свою надо пытаются ручками закрыть я вижу они все пленные то есть под влияние на этих интерферентов не пленные что там в тюрьме сидят а у них от 5 чакры всех под ключ ки я сейчас посмотрю где людмила в этой ситуации она там секторе миссии находится я слышу воздушном пространстве она не воплощена я вижу у нее вот эти про протест слышу протест ее вот такая где голова вот здесь как будто бы такая черная шишка выросла это энергии то есть мыслительная работа идет направленная на на вот эти низкие частоты найти вибрации и она как бы подключается таким образом каким энергиям потому что так пространство устроено о чем мы думаем то и привлекаем она протягивается по этим не роним связи над электрическим пространстве и она вот так кричит там то есть возмущается и вот эти энергии возмущения создали эту привязку сначала это привязка и кто-то говорит но так пойти и разберись кто это не говори с читаем формацию я слышу совет я вижу что она была на совете она стояла за этим столом а стол имеет вид как такой круглый а посредине там нет ничего и она вы так руки положила она взяла миссии очень темная миссия черная миссия считай информацию какая цель этой миссии людмила она показывает что она опускается в пространство и буквально все ее эфирное тело проникают вот эти глаза черные которые и и просматривают она становится для на них как добыча и идет информация дойти до самого дна она выглядит вот так как будто бы она сама себя позволила таким сачком большим ну сачок или как это силу с такой петелькой прямо вот она сама себе позволила это она сама вот из сектора миссии вот туда вот этим сачком со шлею держит позволила себя поймать и дойти до дна ее как будто бы знаешь так от такую металлическую платформу давит так хорошо пусть людмила кто-то покажет тот момент когда она идет на воплощение кто ее поймал и с кем она подписывает контракт она говорит что она станет одной из них она идет в эту резервацию эта резервация почему-то называется рай хорошо что дальше происходит пусть она покажет момент подписания контракта я вижу что она соглашается и импланты устанавливает подключка идет во второй первой чакре как вантус огромная подключка на голову в виде каких-то рогов а прослушки я слышу импланты в теле вот эти импланты в теле как прослушку и в сердечной чакре как вакуум а она как бы отдает свою душу куда так вот и поэтому она и трижды ходила на сеанс экзорцизма они говорили она наша так пусть любила покажет момент подписания нею контракта с кем она его подписывает кто другая сторона и и пусть покажет сам контракт так появляется сущность приказывая литвы и рептилоид мутант огромный с ним она подписывает контракт спросил не она подписывает с ним но он не самый главный он как часть их миссии кто у них самый главный счет информации эти какие-то пришельцы он называет себя яхлы они как лягушки какие-то вот такие их много но они считываются как служители кому они служат прикажи проявиться кто их хозяин а проявляется вот этот лист вот этот паразит он их хозяин или у него тоже есть кто-то я высчитываю это нет у него есть это как программа вот это паразитическая он считывается вот этот паразит как дух вдохновитель то есть это центральная часть этого духа вдохновителя а это дух вдохновитель он там еще в нижнем пространстве еще ниже я вижу что из сердца выходит из сердца этого серафима этого подшива ангела или как его там ну не важно да серафим он начинать и этого сла у него и сердце вот эта энергия выходит а он дух да он дух вдохновитель он не имел физического воплощения он эфирном пространстве всегда поэтому это его как по стихии и вот этот дух вдохновитель из этого разъяренного красного сердца выходит и направлен противоборствовать с творцом и со всеми творцами тоже ясно так сейчас века отсоединись к этой ситуации вернись к контракту и считай информацию какие его условия рассчитывается как рубеж я вижу как идет какой захват нашей планеты она вся чернеет и как уголек становится с красными такими как будто бы сожглия слышу рубеж это для них как ступенька чтобы пройти дальше какой скрытый смысл этого контракта считай со стороны темных уничтожение всего живого превращение живого в мертвое они настолько ненавидят человечество что говорят до охлой они людей но они же знают что человек который лишён божественной энергии или делает ошибочное решение то перспективе он и тело умрет и душа то есть он действительно мертвый не что его как бы и нет есть еще пока ну и нет и к людям такое же вот отношения ну и это отношение демонстрирует эти люди манипуляторы они сами манипулируют сами гнобят своих жертв и сами их же презирают за это что те поддаются на их манипуляции программы до на и давление ясно спроси сейчас у людмила и видит ли она этот подписанный ей контракт видит спроси у нее хочет ли она сейчас его расторгнуть да она хочет хорошо тогда пусть она своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда она его подписала и пусть она его сейчас расторгнет это и я вижу идет на уровне эфирном прям слышу эфир между невоплощенными духами она как духовная личность и вот эти я слышу она идет на последнее воплощение она соглашается на последнее воплощение почему после рассчитать информацию почему последние что значит последние а вот эти энергии паразитические вот эти интерференты они как знаешь как в фильмах эти сумасшедшие демоны или одержимые эти люди какие-то злые это а га 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 и говорят что мир будет уничтожен и никто не освободится или просто показывает как души человеческие как угольки падают это внешний портал ясно так пусть людмила сейчас этот контракт расторгнет так еще появляется вот это как это полоса была этого пола запускала там такие полосочки пошли черные и слышу много дорог вот это блуждающий взгляд она соответствует вот этим много дорог ведущие в ад туда то есть вижу что одна крышка которая закрывает образно говоря сектор первого дворца и возможности жизни и эволюции а дорог для падения много на наверх одну да я слышу что дорога для падения много это разнообразие которая хара так и прозвучал разнообразие на правильно все акции много всего много а путь всегда один смерть то есть конец а предлагается как будто бы что-то лучшее из этого всего иллюзия выбора понятно хорошо так пусть людмила сейчас своим теперешним сознанием расторгнет этот контракт я вижу она вы так показывает на эту штуку которая и она говорит она мне не надо и снимает это из головы и именно вот это вытаскивает . вот почему она поддалась на этот тест вот это . что же там за . то есть там подключка именно вот в той точке считаем это какой-то переход я слышу соприкосновение живого и неживого переходит как метаболизм какое-то превращение переход с одного состояния в другое связь между сознанием и подсознание и так что это как . возрождение рождения . принятие решения . принятие решения так хорошо пусть людмила от всего лишнего избавляется от всех имплантов всех программ пусть она этот контракт расторгнет все что не ее пусть она из своего пространства выбирает она расторгает этот контракт я вижу что она рукой достает одного из этих серых и она вот так его взяла кого за шею и за а здесь голова такая и она его раздавила и он потек она его бьет а теперь она схватила этого яхве этого эту рептилию и она так я замораживаю а то она бегает там хорошо я все эти энергии замораживаю и вижу как этот полос вот этот глист как бы от ее сердечной чакры уползает туда к этому антимиру к этому вот этот слив энергии паразитическая уходит я говорю чтобы она полностью расторгла контракт и запретила внедрение этих паразитических программ энергии в наше священное пространство отпадают вот такие импланты сию она поднимается вверх хорошо я вижу она внутри утробно развивается и становится как свет такой как взрыв и вот эти все подключки импланты переданы из воплощения не воплощение они уходят хорошо да пусть все импланты программы подключки в портал отправляет портал закрывает поднимается наверх и наполняется энергией света пусть очищает все свое личное пространство от всех последствий этого контракта она это убирает ее энергосфера вот так сияет и она как будто бы знаешь снова не знает где она то есть как бы давно забыла уже это состояние но все пространство светлое сияющее прозрачное хорошо пусть сейчас людмила вернет себе все частички своей души потерянные вследствие этого контракта других решений и ситуации где на их теряла за все воплощения пусть вернет себе весь свой потенциал за все воплощения а всю карму отдаст в анти мир она это делает и говорит я решаю быть свободным хорошо я говорю чтобы она вернула свою творческую энергию и вернула свой статус творца это все убираем в портал она снимает линзы и вот эта программа уходит она как будто бы вот на глазах такие металлические черные линзы и она как будто бы ползала и вот так вот буквально рукой нащупывала то есть ничего не видела я говорю чтобы она убирала вот эти все программы и восстанавливала целостность своей души пусть она также восстановит эталон своего эфирного денка пусть она покажет где он у нее находится я вижу что ее я слышу живой эталон был вот там она как бы выполнила свою миссию она пошла на вабан если вы она не освободилась сейчас и распорога этот контракт она пошла на утилизацию ясно но она это она взяла бы там то есть она заменила замену она выполнила свою миссию и это принесла как ответ и как плату за и взяла свое вернула свои эфирные ты хорошо хорошо и в этот момент я вижу что она соединилась я слышу с миром живых это вот пространство буквально как бы ее взяла в свое себя впитала светлое пространство это темное а отпадает и слева сердечные чакры вот эта черная энергия дух протеста вот уходит и она вернулась она вернулась я вижу эти объятия с энергиями первотворца и с этими светлыми душами она вернулась отлично хорошо века посмотри сейчас на эфирное тело людмилы напиши как она выглядит я вижу что у нее есть корона на голове от этой короны черной идет под ключ к сектор вот куда-то интерферентов но как-то в бок вероятно там контракт это есть она считывается как королева блуда и я вижу что эта программа как бы результат этой программы я говорю чтобы она снимала эту корону и отдавала творцам этой короны хозяин хозяин пусть расторгнет контракт если он есть с ними уходит эта корона ломается вот она вот сделала все а сейчас я вижу у нее в пространстве есть эти программы от церковные у нее вот такой энергетический черный стол а ноги как будто бы стоят на перекладине черный а это вот символизирует вот это порабощение человеческого духа то есть все вот так вот идет черная полоса а ноги как будто бы стоят на этой переплаке черный ну и дальше она уходит в сектор интерферента. Пусть тогда сейчас Людмила отказывается от религиозного эгрегора, отказывается принимать свое крещение, крещение своих детей, внуков, все обряды, которые она делала, венчание в церкви, все остальные, все, что связано с религией, пусть она от всего этого отказывается. Она вот этот крест взяла и бьет этих священников, и это все как будто бы по голове этих духов, отменяет эти крещения. Хорошо. Пусть также откажется от трех походов к экзорцистам, священникам. Она это сделала, и в этот момент я вижу, что когда они наоборот этого духа к ней подцепили, то есть она согласилась с тем, что этот дух в ней есть, значит, как бы дверь открыла. И вот они уходят, как звери выходят из нее. Хорошо. Пусть всех ее отправляют в портал, нам полное уничтожение. Портал закрывает, а сама пусть наполняется энергией света и поднимается максимально вверх. Так. Теперь пусть Людмила найдет привязки ко всем людям, которые находятся в ее личном пространстве. Пусть всем им передаст информацию о своем освобождении и всех их уберет из своего личного пространства. Появляется в секторе магии, слышу Константин, ее внук. Она его берет. вероятно, это тот мальчик, который умер, ее брат. Так. Считай информацию. Это он? Это он. Она берет у родителей с рук его. Так. Что она делает? Она его берет и вот эти черные энергии с него так забирает и так его по голове гладит и говорит, что ты больше не умрешь. Хорошо. И передает его вот так в тот сектор первотворца и вот там идет как бы замена. она поднимает душу этого мальчика туда вверх, а это как пробка была черная. Это энергия, то есть это вся программа, которая была завязана на смерти этого ребенка. Она уходит. И она набралась такой воли и так вот цепляет эти все программы. вот ругается с родителями. Пусть она обличит эти программы, которые в родителях работали. Пусть им передастся. Она отказалась принимать все эти программы. Она это сделала. Пусть передает им информацию. да, уходит. Все черные энергии вот так вот уходят в портал. Хорошо. Пусть они все вместе карму отдают в антимир. И родители, и она. это сделала. Хорошо. Я вижу всю планету нашу. И она с такого черного вся была как бы черная вот так. И она выходит засветилась как будто на нее свет засиял от первотворца. вот. И она вы так дает эту душу вверх первотворцу. А это все черное не только с ее личного пространства уходит, но и с общего всего. Я слышу земля не умрю. А эти все антимир вот так разворачивается спиной. И все энергии просто давят на них и уходят вниз в портал на утилизацию. Хорошо. На аннигиляцию все отправляем все эти чужеродные энергии и она взлетает. Отлично. Так. Отсоединись век вот этой ситуации. теперь у Людмилы был один аборт. Пусть она сейчас своим теперешним сознанием отменит свое решение делать этот аборт. пусть она этой душе подали статус рожденного. Да, я с ней говорю, она не могла это сделать, если бы она не была подключена к этому внешнему миру. Пусть карма за это отдает. Да. это делает. Карма отдает. Хорошо. Я вижу, что этот имплант у нее уходит с нижних чакр и она рождает этого ребеночка. Он как будто бы зациклен был в этом эмбриончике. он растет и она его передает свету первотворцу. И он вот так как будто бы растет, растет и как ангел полетел. Я ему тоже передаю информацию, чтобы он поднимался в самые высокие пространства, он свободен и чтобы он все эти черные энергии отдавал портал. Да. Вместе с кармой. Да. И пусть поднимается в ЯХ. К первому источнику пусть уходит. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Так, теперь пусть Людмила своих детей Алексея и Наталью родит заново в эфирном пространстве уже свободными, без программ, без подключек к антимиру. Пусть она это сделает, она хотела. Да, она это делает. На эфирном плане дети считывают всю информацию, но не только дети, вообще все все знают обо всем. И вот эти посылы, импульсы, они, естественно, что доходят до сознания и могут проявляться в отношении. Хорошо. Говорю, чтобы она передала любовь и гармонию своим детям и распространила свет по всем своим пространствам, проверила все свои энергетические центры, восстановила целостность своей души, духа и физического тела и изучила все изъяны, наполнилась своими собственными вибрациями и своими собственными энергиями и восстановила свое эфирное физическое ДНК. Она говорит, я удалила смерть. И вот правой ногой от правой ноги вот вижу как тукнуло, как будто бы затаптывает этот портал, окончательно уходят эти черные энергии, она поднимается вверх, я вижу, что ее духовный взгляд, все лучи идут к первотворцу, спина еще. Спина как символ власти над собой. Я говорю, чтобы она постоянно несколько раз уже слышала, она говорит, практиковаться, практиковаться. В чем именно? Умение жить свободным. То есть на физике нужно практиковать свои новые знания, свои новые понимания. Я вышла она полностью убрала из своего пространства программы жестовы, программы подчинения чужой боли, восстановила целостность своих энергоструктур, восстановила силу боли и свою суверенность. Вот, отпадает этот имплант, заходит в сектор магии, родителям отдает, говорю, чтобы она передала родителям их светлые части, чтобы они тоже отказывались от этих программ. Программ, контрактов, да, пусть они всю карму за это все, что с ними антимир делал, отдает ему антимиру и поднимается вверх. Она соединяется от этого духа, вот почему детки лгут, их же никто не учит. Это подчинение этим программам. Просто лавируют между этими подключками, программами от родителей, от этих интерферентов, которые передаются по наследству поколения в поколение. Ясно. Хорошо, века. Отсоединись от этой ситуации. Теперь пусть Людмила покажет свое родовое древо, пусть она уберет оттуда все программы антимира, все перекосы, все изъяны, пусть она передаст информацию о своем освобождении каждому, кто находится в этом древе. Интересно, она говорит, я родилась заново. Она говорит, я родилась живой и показывает, как она убрала, вот собирает всех своих детей из сектора интерферента. Вероятно, за все эти воплощения. Хорошо. Она говорит, что я родилась живой, я родила живых детей. вот это на что. Отлично. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Теперь пусть Людмила своей собственной энергией наполнит все свое жилое пространство, все то, что ей принадлежит, до чего может дотянуться ее разум, рука, пусть очистит свою квартиру своими собственными энергиями, весь негатив уберет, все темные энергии пусть в портал отправляет. Там ее муж появляется в секторе магии, и он как будто бы держит какую-то вот тоже такой вот, как у нее вот это было на голове, вот такую штуку вот в программе жертвы. Так, пусть она ему приказывает убрать все воздействия, все манипуляции, все последствия этих воздействий, пусть призывает карму. Вот она, я вижу, как момент подписания контракта свадьба, говорит, что она может отказаться принимать его насильственные программы, подчиняться им и встраиваться в его конструкции психологической, пусть она в любой ситуации остается творцом своей жизни, сувереном своего пространства, энергии. А все вот эти паразитические энергии пусть отправляют в портах. Пусть этот контракт с ним расторгнет. я вижу момент, что это такое, вероятно, венчание, я вижу вот такой крест перевернутый, вот программа, она стоит с одной стороны, а он с другой, и как будто бы поцеловали в одном месте, и там как это черное во рту этот вот крест жертвы. Я говорю, чтобы она отменила любые вот эти ритуалы, соглашения, быть навеки вместе, терпеть. Любые клятвы, да, пусть отменяет. Венчание это тоже она уже отменила, пусть еще раз отменит. А это клятва, вот во рту вот эта черная, как кляп. Клятва, кляп, похоже очень. Так, пусть она отказывается от этой клятвы, от своего решения отдавать эту клятву. Вот она уходит, говорит, жми как хочешь, и пошла в сектор первого творца. Отлично. Отлично. Хорошо, отсоединись от этой ситуации, посмотри сейчас на эфирное тело Людмилы, опиши, как она сейчас выглядит. Она как будто сидит, пристраивается в кресле, то есть начинает примерять новую роль свободного человека. хорошо. хорошо. Входить в роль. Ну, пусть привыкает с собой. Тогда пусть сейчас Людмила информацию о сегодняшней проделанной работе, пусть она оставит в эфирном пространстве для всего человечества и пусть передаст ее тому и тем, кому она хочет ее передать лично. Она говорит всему пространству. Хорошо. Пусть делает. Хорошо. Так. Спроси Века сейчас у Людмилы все ли мы для нее сделали на этом сеансе. Говорит все. так показывает. Хорошо. Тогда давайте все втроем поднимаемся максимально вверх к первоисточнику, наполняемся энергией света. С Людмилой мы прощаемся. Отсоединись, Вика, от всех и от всего. Да, отсоединяюсь. Хорошо. Проверяй все пространство вокруг себя, все ли чисто. Все порталы закрой и будем выходить. Сейчас я посчитаю от одного до трех и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Один, два, три. Открывай глаза.